Продолжение следует... ...и инвалидов, и детей, сирот должны поддерживать. Ну и вообще, потому как мы решаем эти вопросы, судя это власть. Социальные программы, между прочим, у нас в стране очень обширные. Наша экономика представляет возможность направить больше денег именно в данную сферу, что мы и делаем. Но я уже несколько раз говорил, и перебора здесь быть не должно. Мы должны, принимая те или иные решения, всегда понимать, в какой ситуации мы находимся. И обязательно понимать то, что можем мы сегодня принимать, что не можем. И самое главное, выполним ли мы это принятое решение, должны исполняться. За столом разработчики документа соответствующего. Хотел бы услышать ответы именно на эти вопросы. Что вы предлагаете принять, и сможем ли мы это выполнить. Ну и самое главное, надо ли нам это. Никакого соревнования здесь быть не должно. Кто-то будет говорить, что у нас денег не хватит, а кто-то будет выступать в роли какого-то великого благодетеля с позиции выступать в поддержке нашего населения. Пенсионеры. Мы, по-моему, в этом году дважды поднимали пенсии. И 10%, и 5%. То есть, пенсионеры есть пенсионеры. Их мы поддерживали, будем поддерживать. Они должны жить нормально. Но есть один вопрос. Приятный, я бы сказал, вопрос со стороны пенсионеров. Те, кто ушел на пенсию, отдельные. Люди хотят работать. Это и профсоюзы заявляют об этом и так далее. Естественно, для того, чтобы люди работали, должны быть созданы нормальные условия. Ну и востребованность на рынке труда. Как известно, востребованность очень большая. Те, кто может работать, они сами предлагают свои услуги на рынке труда. Что здесь плохого? Притом, в 55-60 лет, как у нас уходят на пенсию, даже в 65 лет. Ну что это за пенсионер? Это человек, который еще может работать. И надо, если человек желает, надо дать ему такую возможность работать. Есть обращение некоторых пенсионеров по поводу порядка обращения за пенсией или что там? Да, да, назначение, Александр. Назначение пенсии. Но надо добюрократизировать полностью этот процесс. Что мы тут обсуждаем друг друга? По максимуму надо добюрократизировать. Процедура должна быть конкретная. И пару дней человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию. Следующий вопрос – поддержка многодетных женщин. Вот чохом тут работать нам нельзя. Да, мы будем поддерживать тех, кто рожает нам детей, особенно у которых пятеро детишек и больше есть и такие. Я уже говорил о том, что по жилью мы 100% решим вопрос, а это наиважнейший вопрос. Мы также решаем вопрос по семейному капиталу. Приняли очень серьезные решения, поэтому тут нам надо очень аккуратно действовать. И смотреть, что нам надо, что не надо. А главное, мы можем или не можем. Вертолетных денег быть не должно. Но в этой проблеме я уже обращал ваше внимание не один раз. Чтобы не чохом принимать решения, мы должны, мы же помогаем детям. Поэтому деньги должны дойти до детей. Ну что тут темнить друг перед другом? Много еще семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги. Потому что через двое суток этих денег не становится. Они исчезают, пропиваются, откровенно говоря. Поэтому нам и здесь надо установить определенный контроль за определенными семьями. Позицию вы мою знаете. Мы должны поддерживать тех, кого надо поддерживать. А тех, кто должен работать и зарабатывать. Сам он должен работать и зарабатывать. Ибо это приведет к еждивенчеству. Вот сейчас поднимают на Западе очень серьезный вопрос миграционной политики. А откуда он возник? С приглашения в Германию работать некому, людей и большие деньги, которые они выдавали, тем людям, которые проезжали. Сегодня спохватились. И открутить назад в такой мощной стране, как Германия, сложновато. Да и силы воли не хватает у определенных политиков. А может быть еще. Поэтому мы сами себя не должны загонять вот в эту ловушку. Но ни в коем случае надо, надо помочь. Но деньги должны дойти тому, кому мы помогаем. Кому мы хотим помочь. Можем или не можем. Какой от этого будет эффект? И учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся сегодня. Она непростая. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ